У нас несколько крупных вопросов в повестке дня, но сначала два слова о некоторых документах, которые были недавно подписаны. Один из них касается создания автономной некоммерческой организации «Российская система качества». Речь идёт о формировании системы добровольной сертификации продукции. По сути, это общественно-государственная инициатива, в её продвижении участвуют не только ведомства, не только Минпромторг, Минсельхоз, Росстандарт, но и бизнес-объединения, а именно ТПП, Опора, Деловая Россия, отраслевые ассоциации, Общество защиты прав потребителей. Теперь эта система создаётся, свойства товаров будут подтверждаться независимыми испытаниями. По их результатам будет присваиваться знак качества. Надеюсь, это позволит укрепить доверие покупателей к нашим товарам. Ещё один документ касается расширения возможности участия организаций, а в случае необходимости и граждан, в тушении лесных пожаров. Раньше это можно было делать только по лицензии, теперь эта лицензия будет не нужна. Любая организация или гражданин сможет оказывать содействие при тушении пожара, не проходя при этом долгие административные процедуры. Пользуясь случаем, кстати, поздравляем всех пожарных и спасателей с профессиональным праздником. Сегодня отмечается как раз этот праздник в нашей стране. Тема актуальная. Вы знаете, что наши регионы сейчас оказались под влиянием, воздействием разрушительных пожаров. Хакасия и Забайкальский край сильно пострадали, погибли люди, к сожалению. Тысячи людей остались без крова. Существенный вред был нанесён и сельскому хозяйству. Сегодня мы распределяем субсидии для помощи этим регионам. В первую очередь нужно будет решить проблемы с жильём. Все восстановительные работы должны быть завершены так, как мы и планировали к первому сентября, для того, чтобы у людей была крыша над головой, а дети могли пойти в школу. На эти цели республики Хакасия и Забайкальскому краю выделено около 2,6 миллиардов рублей. Деньги также выделяются на поддержку сельхозпроизводителей, во всяком случае по тем параметрам, которые мы сейчас пока только посчитали. Это около 50 миллионов рублей. Также мы рассмотрим вопрос о выделении Забайкальскому краю средств из федерального бюджета на оказание помощи семьям погибших и пострадавших, тех, кто лишился своего имущества. Применительно к Хакасии мы это делали, вот сейчас сделаем применительно к Забайкальскому краю. Это более 90 миллионов рублей. Начнем мы работу с вопроса о подготовке национального доклада, в котором дается оценка выполнению в прошлом году госпрограммы развития сельского хозяйства. Я напомню, что на выполнение государственной программы с федерального бюджета было перечислено почти 187 миллиардов рублей. Регионы перечислили еще 66 миллиардов рублей. Ну и есть результат. Итоги 2014 года убедительно показывают рост всего аграрного сектора. Причем не только из-за почти рекордного урожая зерновых, а было собрано более 105 миллионов тонн. Хотя одним этим мы тоже уже вправе гордиться. Но есть успехи в развитии малых хозяйств, в обеспечении ветеринарного и фитосанитарного контроля. Миллиарации, может быть, пока не такие большие, но тоже есть сдвиги в животноводстве. Ну и главное – улучшение условий жизни людей на селе. По целому ряду показателей, достигнутых в прошлом году, отрасль превышает значения, которые заложены в госпрограмме. Например, индекс производства сельхозпродукции за 2014 год составил почти 104%. Также в аграрном секторе выросло большое количество высокопроизводительных рабочих мест на 10%. В целом же из девяти основных показателей госпрограммы за минувший год были полностью достигнуты восемь. Есть небольшое отставание по уровню инвестиций. Уровень инвестиций составил 95%. Но причины понятны. Это общая финансовая неустойчивость, дороговизна кредитов. И колебания курса рубля. При выполнении задач, заложенных в госпрограмме, становятся видны те направления, которые заслуживают дополнительного внимания. Поэтому в прошлом году документ был доработан, дополнен рядом под программ, которые в перспективе должны обеспечить широкий ассортимент мяса и молока, овощей, фруктов на прилавках магазинов. А также поддержать отечественное семеноводство и облегчить сбыт российской сельхозпродукции. Ну и кроме того, там были поставлены задачи по импортозамещению. Чуть подробнее на эту тему доложит Аркадий Владимирович Дворкович. Ну, у нас новый министр ещё входит в курс дела. Я думаю, что в следующий раз уже Александр Николаевич нам все эти данные представит. Также обсудим проект федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Она нацелена на то, чтобы сделать российское образование действительно современным и качественным. Там есть целый ряд параметров, которые будут названы. Но хочу ещё обратить внимание на законопроект, о котором я говорил при посещении с коллегами по правительству Крыма. Мы сегодня рассмотрим законопроект, который вводит дополнительные меры защиты интересов вкладчиков филиалов украинских банков на территории Крыма. Речь идёт о людях, которые открыли вклады в период, когда уже происходило воссоединение России с Крымом, но подразделения украинских банков ещё работали. И для тех, кто по каким-то причинам собрал не весь пакет документов, подтверждающих наличие вкладов, этот закон будет помогать им. Им предусмотрены денежные компенсации. Также мы сегодня рассмотрим целый ряд других вопросов, включая изменения в закон о банке развития. Обсуждаемый законопроект позволяет внешнеэкономбанку создать новый институт поддержки экспорта отечественной продукции – российский экспортный центр. Ему будут переданы акции Агентства постстрахования экспортных кредитов и инвестиций и акции Росэксимбанка.